Привет, Хабаровск! В эфире программа «Всё это кино» и её ведущий Павел Мушта. Поехали! Всё течёт, всё меняется. В ремейке «Вспомнить всё», который вышел на экраны кинотеатра в 9 августа, вместо Шварценеггера геройствует уже Колин Фаррелл, заметно уступающий по габаритам даже нынешнему 65-летнему Арнольду. Зато компьютерные технологии и спецэффекты за 22 года шагнули далеко вперёд. В своём искусном ремейке режиссёр Лен Уайсман отказывается от идеи беспорядков на Марсе, на которую опиралась научная фантастика Пола Верховена 90-го года. Вайсман поселяет героев на земле, а роль Арнольда Шварценеггера, натренированной правительством машины для убийства, страдающего от частичной потери памяти, отдаёт Колину Фарреллу. Выносливость человеческой памяти вообще архизабавная тема. Война с применением химического оружия делает землю безжизненной везде, за исключением колоний, бывшей Австралии, где живёт Куэйт, и скопление европейских наций, которое почему-то называется Объединённая Федерация Британии. Отношения между двумя континентами сильно напряжены, а британский канцлер одержим идеей подавить Австралию, поднимающуюся с помощью таинственного революционера Матиаса. Если в оригинальном «Вспомнить всё» много внимания уделялось межпланетным путешествиям, в новом фильме герои передвигаются на огромном судне прямо через ядро Земли, преодолевая расстояние с одного конца планеты на другой за минуты. Другие яркие моменты фильма также связаны с визуальными эффектами. В середине ленты очень много сцен погони, в том числе на первой магнитной автомагистрали колоний и в лабиринте из лифтов. Психоделический кубизм, да и только. Показанное здесь будущее укомплектовано всеми видами модных технических новинок, начиная от вживлённого в руку мобильного телефона и заканчивая кольцами на шее, скрывающими персональные данные. Если я, это не я, то кто я, чёрт возьми? Залезай. Я тебя везде искала. Это моя жена. Ты женат? Да, но уже подаю на развод. Держи руль. Друг, тебя на самом деле здесь нет. Ты на сеансе в салоне вспомнить всё подключёнки к аппаратуре. Он ужжёт! Убей её! Это не иллюзия! Давай же, стреляй! Как он сумел активироваться? Он нужен неживым. Просто скажи, что происходит. Постарайся вспомнить то, что ты всегда знал. Лучше пристегнись! Экшн-герои нашего времени вообще не блещут размерами мускулов и физической силой. А ведь было время, когда без внушительных мышц или виртуозного владения восточными единоборствами актёрам не светила даже эпизодическая роль младшего помощника вышибалы в баре. Именно в такое время нас постарается вернуть Сильвестр Сталлоне всего на два часа в своём реквиме по 80-м «Неудержимые 2» с участием почти всей старой экшн-школой Голливуда от Брюса Виллиса до Чака Норриса. После выхода первого фильма Сильвестр Сталлоне сразу заявил, что у него уже есть готовая идея для продолжения. Но афишировать её он не собирается, пока окончательно не удостоверится в перспективах сиквела. 274 миллиона долларов итоговых кассовых сборов плюс 44 миллиона вырученных от продажи DVD быстро убедили Слая долго не сидеть сложа руки. Выбирать ему пришлось аж из пяти сценариев, ибо, как он сам заявил, никому не интересное кино про бессмысленно бегающих по лесу мужиков с оружием. Более того, после успешного оригинала, срежиссированного им самим, он решил отдать режиссёрские функции Саймону Уэсту, отлично зарекомендовавшему себя крепкой постановкой «Механика» с Джейсоном Стетховом. Ну а теперь о сладком, о героях, чего появление в одном фильме многие ждали аж с середины 80-х. Конечно же, Сталлоне, Шварценеггер и Брюс Уиллис. Добавьте к ним мастеров карате Чака Норриса и Дольфа Лунгрена. С новой динамики добавляют Стетхов и Джет Ли. Главного плохого парня, предводителя противоборствующего отряда, сыграл Жан-Клод Ван Дам. Даже звезда большого тенниса Новак Джокович и тот отметился в эпизодической роли. А представляю, как разрывался Сталлоне, выбирая этакого молодого сына полка между звездой сумерек Тейлором Лоттером и героем голодных игр Лиамом Хемсвортом. В итоге больше повезло второму. Итак, на сей раз неудержимые отправляются на дело, ведомые жаждой мести за своего зверски убитого товарища. Ту же цель преследует и дочь погибшего Фиона, которая, несмотря на искреннее желание помочь и неординарные способности, лишь усложняет задачу неудержимых, попадая в руки неадекватного диктатора. Пришел час расплаты. Когда угроза столь крута. Шесть фунтов чистого плутония способны изменить расстановку сил в мире. Представь, что сотворят пять домов. За дело берутся неудержимые. Пара серьезных ребят нам не помешают. Я вернулся. Нельзя допустить, чтобы содержимое сейфа попало в чужие руки. Какой план? Выследить, напасть, убить. Этим летом. Подержись! Как вы это сделали? Кольцо всевластия. Садись! У меня ботинок больше этой тачки. Достреляй уже! Ты хочешь сделать то, о чем я подумал? Угадал. Неудержимые два. Сталлоне, Стэтэм, Ли, Лунгрен, Норрис, Крюс, Кутюр, Хемсворт, а также Вандаун, Уиллис и Шварценеггер. Хоть самолет поменяешь. В кино с 16 августа. Уже совсем близко 1 сентября. И, видимо, чтобы как-то помочь родителям поднять настроение детворе в преддверии начала учебы, кинотеатры выпускают анимацию одну за другой. На прошлой неделе стартовал французский проект «Джунгли зовут в поисках Марсу Пилами». С 16 августа к нему присоединится его бельгийский товарищ. Очень поучительная мульткомедия «Шевели ластами 2» в 3D. Верные друзья навсегда черепахи Сэмми и Рэй наслаждаются размеренной жизнью вблизи океана, а также присматривают за только что вылупившимися Рикки и Эллой. Внезапно браконьер захватывает больших черепах. Они нужны ему для захватывающего морского шоу в Дубае. Центральная фигура шоу «Морской конек Большой Ди» посвящает новичков свои планы на грандиозный побег. Но когда маленькие Рикки и Элла прибывают, чтобы спасти своих так называемых «дедушек», планы черепах и их новых друзей, пучеглазые рыбки Джимбу, осьминога Аннабель, Амара и большой семьи пингвинов меняются. После ряда волнующих приключений и побегов наши герои направляются на юг, чтобы встретиться с Шелли, первой и единственной любовью Сэмми. Держитесь крепче. Попурили. Любим! Круто! 16 августа. Герою! Меня побили! Это было здорово! Берегись! Ам! Рыбы! Присоединяйтесь к двум маленьким героям. Какой кошмар! В их большом путешествии. Элла! Видим? Ваш план побега провалился. Неужели? Я знаю, как их вытащить. Ха-ха-ха! Я понеслась! Держитесь за панцири! Полный вперед! Шевели ластами 2. Ого! Похоже, это весело! 16 августа в 3D. На этом все. Не пропустите нашу программу ровно через неделю. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова